Дорогие друзья, мы приветствуем вас на наших уроках с Заугским университетом. Тема нашего исследования сегодня «Берегитесь любостяжанием». И мы с нашими коллегами из Заугского университета будем исследовать эту тему. Слово «любостяжание» сразу вызывает вопросы, поэтому мы будем использовать вместе со словом «любостяжание» слова «корыстолюбие», «сребролюбие», «алчность» и «стяжательство», а также «корыстные поступки» как синонимы, имея в виду непомерное желание человека к приобретению богатства или выгод любой ценой. Итак, вопрос первый, с которым мы просто начнем. Есть ли разница между грехами, на ваш взгляд? Есть ли более серьезные грехи, менее серьезные грехи? Или на одни грехи мы закрываем глаза, а другие, скажем, ну ни в коем случае? Мне кажется, бесконечно сложный вопрос в плане тяжести грехов. Если какие-то параллели проводить с законодательством, то мне кажется, что в законодательстве оценивается как мотивы человека, так и масштаб последствий его нарушения закона. То есть взять условно какую-нибудь женщину, которая убирала на военной станции, например, там какой-то, и протирала панель приборов, и там случайно нажала на кнопку, полетела ракета, что там какой-то город взорвала, то как бы вроде тяжелейшие там последствия, но ее же не будут судить за то, что она там намеренно что-то сделала, какой-то проступок. Будут судить того, кто запустил эту женщину к этой кнопке. Да, то есть в любом случае иногда зависит от мотивации человека, от последствий. Все взвешивается и все анализируется. То есть нельзя сказать, что данный поступок – это очень плохо, а вот другой поступок – это не очень плохо. То есть много факторов есть. Мы сейчас не про уголовное право, мы сейчас говорим про грехи. Вот смотрите. Грехи как бы. Грех, он один, в одном лице. Смотрите, вот есть убийство и есть зависть. Вот за то, что человек в церковь по субботам не ходит, мы исследуем его мотивы, а когда человек завидует другому человеку, желает чего-то, то мы как-то не очень. Я даже слышал такое определение – вегетарианские грехи, вот как раз то, что вы говорите, зависть какая-то, какие-то сплетни, еще что-то, то, что кажется нам безобидным. Я, позвольте, проведу такой пример. Вот у нас у всех в домах есть автоматические выключатели, защищающие наши провода, проводку. Есть два вида аварий. Есть короткое замыкание такое, когда, знаете, ток подскакивает в 5-7 раз, это такой, знаете, грех такой явный. Прелюбодейство, воровство, убийство – это то, что вызывает у нас такой праведный гнев и осуждение. А есть второй вид защиты в автомате, когда очень длительная нагрузка, превышающая ненамного номинальный ток, но через какое-то время разрушаются провода и происходят очень серьезные аварии. Так вот, есть такие грехи, которые кажутся незаметными и действуют очень долго, но в конечном итоге, в конечном итоге они приводят… Точно к таким же результатам. …к очень страшным последствиям. Конечно. Мне кажется, нету градаций в грехах, поскольку, ну, просто грех – это беззаконие. Да, то есть мы говорим, убийство – это грех, а зависть – это недостаток. Просто, с другой стороны, для нас, людей, есть видимые грехи явные, а есть, ну, так, которых мы предполагаем, интуитивно предполагаем, что это что-то есть, пока это не обнаружится. Вот. В этом разница. Ну, не в тяжести, а в том, что вот мы, ну, со стороны можем видеть. То есть речь… Меру тяжести – это не мы же оцениваем. Речь даже не о том, как Бог оценивает, как люди по-разному относятся. Ну, мне кажется, мы можем тут пойти от обратного еще и сказать, есть ли разные наказания. То есть, если есть разные уровни наказания, то, значит, есть разные грехи с разной тяжестью. Ну, в Божьем законе наказание одно – смерть. Я бы, знаете, еще добавил бы, что ведь любой грех, большой, маленький, в конечном итоге ведет к разрыву отношений с Богом. А разрыв отношений с Богом ведет к смерти. Да, это и смерть. Ну, и как бы не бывает так, чтобы вынули из стены заповеди, вынули один кирпич, вся остальная стена стала стоять. Потому что, как правило, человек начинает лгать, то он причиняет человеку вред, и в конце концов, можно к смерти его привести. Помните, не произноси ложное свидетельство заповедь, да? Она приводит к тому, что человека оговорили, и в результате он казнен, да? То есть, получается, что одна заповедь привлекла смерть человека. То есть, мы говорим, что, как правило, вот эта беда или грех, он не приходит один, да? Он влечет за собой другие. Ну, и как Яков об этом пишет, о том, что кто нарушит одну заповедь, тот нарушит весь закон. Давайте с вами прочитаем о том, кто стал родоначальником зла, и книгу пророка Исаия, с 12 по 14 стих. Чего жаждал Люцифер? В чем проблема? И когда желание становится грехом? Чего жаждал Люцифер? Ну, подняться выше. Чем выше, тем лучше. Уподобиться Богу, уподобиться все выше. Стану подобным Богу, да? Мы все тоже стремимся к Богоподобию? В чем проблема-то? Он пытается занять свое место. Это было место, не предназначенное для него. Он был на своем месте, он был идеален, он был совершенен, и он был счастлив. Он захотел занять чужое место, он не предназначен был для этого места. Ну, не говоря даже о том, что это вообще место Бога было. А еще, смотрите. И быть независимым он хотел. Да, вот это вот вторая вещь, которая, значит, смотрите, мало того, что он жаждал занять место Бога, то есть быть, стать антихристом, это не только тот, кто противостоит Христу, но и занимает его место. Потому что слово «анти» может означать еще и вместо Христа. Второй момент, когда он предлагает свою модель правления, то для него Божий закон является уже авторитетом. То есть он предлагает свою собственную модель. Когда мы стремимся к Богоподобию, мы при этом остаемся в рамках божественных требований. Вот-вот проблема начинается, да? Первое, значит, я устраняю божественный авторитет. Теперь еще один момент. Вот это очень важно. Независимость, автономность. В чем проблема автономности или независимости? Ну, я не представляю, как может человек, ну, как бы дерзнуть, не зависеть от своего Творца. Но, как бы, мы же видим и в Священном Писании, и в опыте, что это... Ну, можно декларировать же это можно. Да, пожалуйста. Но просто конец-то уже как бы известен у таких попыток. Вот, смотрите, вопрос в том, что мы для всех можем декларировать о том, что никакого Бога нет, я для него никому не нужен. Помните, как в той истории про учительницу, которая заставляла весь класс кричать, давайте крикнем, что Бога нет. Вот, а мальчик говорит, если там нет никого, зачем кричать? А если там есть, то... Вот что-то молодцы. Вот понятно. Тогда опять зачем кричать? То есть надо быть осторожным, да? Ну, смотрите, здесь мы говорим, что я, когда говорю о независимости, то говорю, что свои пределы, пределы своих действий я определяю сам. Заповеди становятся гутаперчивые. Пределы заповедей я сам обозначаю. Так сделал Люцифер, когда направил свои усилия на смещение границ. И он сделал это еще для человеческого сообщества. Он говорит, Бог не так сказал, как вы поняли, да? То есть и вы не умрете, и что Бог вам от всех деревьев запретил есть. То есть он начинает сдвигать эти божьи требования, да? И вот сегодня тоже сдвигаются границы. Вот в Канаде, недавно, буквально прочитал на этой неделе, принято решение о создании однополых команд фигуристов. Да, была так она. Вот. То есть теперь, оказывается, в состав сборных введены фигурное катание, да? И, пожалуйста, в Канаде однополые команды фигуристов. Это уже норма какая-то. Такая такая норма, что ее надо ввести фигурное катание. Ну, помните, этот скандал был связан с тем, что трансгендерные женщины, которые из мужчин теперь, они достигают более высоких результатов в спорте, да? А женщинам обидно. Как это они среди женщин выступают? А они не женщины. Они говорят, как это мы не женщины, мы женщины. В общем, здесь вот возникает этот момент, когда вот это то, что делал сатана, оно становится просто навязанной нормой для всех остальных. Причем интересно, что когда человек пытается вернуть нормальную норму, да, то есть естественную, его подвергает обструкция. Помните, этот скандал Джоан Роулинг, связанный с тем, что ее за то, что она сказала, что я буду называть это грудью, сказали, что вот она нетерпимая женщина. А я бы еще добавил, что когда дьявол вот предлагал вкусить дерево добра и зла, то фактически он предлагал им тему финансовой свободы. Потому что по замыслу Бога человек должен был постоянно подходить к дереву жизни, был зависим от этого дерева жизни, регулярно принимал эти плоды, чтобы жить. И дьявол сказал, зачем тебе зависеть от Бога? Когда есть другой совершенно источник, ты один раз попробуешь, и тебе уже никогда ничего не надо будет, тебе не надо будет зависеть ни от чего, и ты будешь жить самостоятельно. Финансовая полная свобода. Поэтому он на этом тоже их купил. Так, ну мы тогда приходим к тому, что богатство, финансовая независимость, это как бы такое немножко дьявольская забава. Потому что, ну как, то есть вот у дьявола был и блеск, вот он на себя смотрел, любовался. И как бы люди богатые, ну они тоже могут себе позволить многое, и самолюбование, и все остальное, все свои капризы, все свои вопросы решать с помощью финансов, то есть быть независимым от Бога. И, ну да, заниматься самолюбованием, потому что у них достаточно свободного времени для этого. Давайте наш памятный стих посмотрим, он интересный, потому что здесь Иисус говорит, да, это слава нашего Господа. Лука 12, 15. «И обратившись ко всем, сказал, смотрите за собой и берегитесь всякого стяжательства, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». Вот здесь одна мысль, а вторая мысль, вот у первого послания к Тимофею, 6 глава стих 9. Там это стяжательство перед другим, там другое слово, правда, используется, с точки зрения. «Жажда наживы», да? «Да». «Охваченные жажды наживы впадают в искушение и запутываются в сетях множество безрассудных и вредных страстей, вергающих людей в бедствии, обрекающих их на гибель». «Что плохого в создании финансовых накоплений? При каких условиях это перерастает в любостяжание, которое в послании в Ефесовой колоссе называется или приравнивается к идолслужению?» «Ну, ничего плохого в накоплении нет. Ну, допустим, мы собираем на образование детям, может быть, на свадьбу сыну, дочери, что-то надо чем-то помочь, или какой-то там юбилей, и к этому мы тоже стремимся. Люди копят деньги на приобретение машины дома. Нормально? Есть просто какие-то вещи, которые касаются ежедневных трат, таких, ну, в магазин ходим и так далее. А есть какие-то траты большие. Для больших трат нужны больше денег. И дело не вообще в накоплении как таковых, а в том, что они, в общем-то, занимают наши мысли. Занимают наши мысли настолько, что в конце концов становятся единственными нашими мыслями. Но проблема в чем? Вот смотрите, если люди имеют финансовое образование, все вроде как хорошо. А если ты не имеешь, то что нужно? Учиться. Алексей, нужно нам учиться? Ну, да, нужно копить. Копить, и вы-то во время в этом... Да, ну, интересно, в русском языке, как бы, да, благо, оно как-то, ну, больше ассоциируется с финансовым процветанием, оно с чем-то хорошим ассоциируется. То есть, сколько у тебя добра. Лучше быть богатым и здоровым, да, чем бедным и больным, да? Да, как будто бы вот у нас вроде это считается как благословение, да. Да, здесь вот важный, вот этот очень важный момент, что, с одной стороны, есть специалисты, которым, которым мы должны были бы доверять, но мы не можем всем доверять, да? Поэтому, естественно, надо хотя бы в элементарных вещах разбираться. Поэтому изучение уроков в субботней школе не приведет нас к тому, что мы будем обретем финансовую грамотность. То есть, надо быть в этом осторожным, в том смысле, что наш урок в субботней школе, это только, можем как-то, мы подталкиваем наших слушателей к тому, чтобы они все-таки занялись вопросом самообразования. Есть такое модное слово, мы подсвечиваем сейчас нашим зрителям тему финансовой грамотности, что надо изучать. Необходимо обладеть элементарной финансовой грамотностью. Но интересно, что есть и важные моменты, которые связаны с тем, что мы не должны считать, что богатство, которые, те финансы, которые у нас есть, это наше личное, наше личное имущество. Вот этот момент, мы понимаем, что все то, что у нас есть, это Божье. Вот эта христианская точка зрения. Если позвольте, я хочу вернуться, вот мы с вами во второй теме. Помните, вы поднимали тему десятины, и вы тогда сказали мысль, что не только одна десятая принадлежит богу, а остальные девять десятых. И я вот после уже этого разбора, мне еще мысль пришла, что порой десятина на самом деле может принести человеку не пользу, не научить его зависимости от бога, а наоборот. То есть сработает принцип, как, знаете, вот реклама налоговая, заплати налог и беспокойно. То есть я Господу отдал одну десятую, и все, и не приставай ко мне. Да, и не приставай ко мне. Вот мои девять десятых, до следующего месяца, до следующей зарплаты, я делаю, что хочу, и снова, потом я тебе снова заплачу, и буду спать спокойно. Вот это тот принцип, который Люцифер предложил людям. То есть десятина может наоборот, она не пользу принести человеку, а усугубить его, если он неправильно будет понимать вот эти отношения с Богом. Ну, а тут вопрос сразу возникает, если я рассматриваю все свое имущество, как имущество Божье. То есть все свои приобретения и покупки я должен, ну, согласовывать, или они должны быть инспирированы Богом. Но вот как понять, на какой машине хочет Бог, чтобы я ездил, например. То есть может быть ему, может быть Бог думает, что мне достаточно Аки, а я считаю, что мне нужна там какая-нибудь Хонда. Вот. Тут вот вопрос, то есть, ну, ладно, если мы считаем, что все наши, все, что у нас есть, это Божье, тут вот сразу стоит этот вопрос, как бы, что нам нужно, или какие продукты мне нужно покупать, или мне нужно там, ну, урезать максимально свой рацион, разнообразие пищи. Ну, да, мы с вами тогда говорим о том, что это все зависит от нашего, ну, во-первых, мы с вами понимаем, что для финансовой распределительности у нас наши доходы и наши расходы должны соответствовать. То есть наши доходы не должны превышать наши расходы. Наоборот. Наши расходы не должны превышать наши доходы. Я с этой стороны всегда-всегда у меня трудности. Вот, значит, я прибыль с доходом путаю. Но, когда мы говорим, что в любом случае у нас есть какая-то вещь, которая мы, внутренние ощущения, да, вот, вы же понимаете, что можно положить на тарелку, на тарелку красиво оформленный помидор и съесть один этот помидорчик, а можно, а можно очень много всего на эту тарелку наложить там. Салобар. Да, сделать вот такой салобаркой, да, и сидеть есть. Ну, да, здесь, наверное, нам нужно руководствоваться какими-то здравым смыслом, библейскими советами, чтобы принимать какие-то, ну, рациональные решения без всяких излишеств, но и, да, возможно, и не ущемлять себя слишком, потому что это тоже может нанести вред нам, но и не злоупотреблять, да, роскошью, там, выкидыванием денег на себя, чисто транжирством. Нет, вот это интересная моментка, почему любостяжание или вот корыстолюбие, оно сравнится с дослужением. Потому что любое дело, которое делаешь посвященно, вот ты ему отдаешься этому делу, с энтузиазмом, оно постихонечку, оно поглощает тебя, да, и если оно, и потихонечку происходит такое понятие, как вытеснение, вытеснение, и все остальное вытесняется, вот, и здесь верующий человек, он время от времени должен останавливать себя, во всех своих энтузиастических таких устремлениях, да, то есть объекты наши становятся, самодачи становятся не бог, а дело, да? Мне кажется, когда богатство или наше имущество превращается в некий такой внутренний идол и требует наших эмоций, страстей, ну, мы это называем как поклонение, да, вот, может, это и не видно со стороны, да, но это так затратно, я переживаю, что там со счетом в банке, да, что там я вот положил, как это будет расти, там, проценты, то есть это, ну, это вот действительно я уделяю много времени, я об этом много думаю, и это становится моим идолом, потому что вот с утра до вечера я только об этом и думаю, и переживаю. Ну, для некоторых это же образ жизни, то есть они инвесторы, и естественно, что они с утра до вечера переживают. Профессия такая у них. Профессия есть такая. Ну, я говорю о этой грани, когда наше даже элементарное там накопление на свадьбу сына, да, может превратиться в какого-то идола, и уже свадьба прошла, а ты все еще в этом переживании, и уже давай я тебе на следующий раз передам, то, что побольше вырастет процент. А тут же, смотрите, еще есть такой момент, что если у тебя очень много-много чего-то есть, обязательно идут те, кто захотят, чтобы ты с ними поделился. Говорят, ну что у тебя 10 миллионов, поделись одним миллиончиком, у тебя же не убудет. Вот. То есть ты тоже такой момент есть, человек 11. Я бы хотел еще вернуться к нашему памятному тексту. В этой же главе, в 12-й, дальше, на мой взгляд, есть ключ вообще к пониманию вот этих многих наших вопросов, да, в том числе Алексей поднял вопрос, можно ли быть хорошо, ли быть богатым. Там есть притча, помните, о предпринимателе, который получил большой урожай, сломал одни житницы, потом, значит, построил новые. И вот благодаря именно заохскому переводу я как бы нашел ключ, как мне видится, что когда богач, когда он все это собрал добро, построил, в этом ничего плохого нет, он предприниматель, да, он не выводит деньги в офшор, он не выводит деньги куда-то на какой-то разгул, он вкладывает... В развитие. Да, он создает новые рабочие места, повышает налоги. Но ключевой момент здесь, вот все до этого нормально, когда он говорит фразу, и скажу себе, теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы, отдыхай, ешь, пей, веселись. То есть слово «теперь». То есть вот наступает момент, когда он говорит, я больше теперь не завишу от Бога. То есть мне не надо молиться вот этой молитвой, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть не в богатстве. Мы немножко подробнее об этой притче поговорим в следующем уроке, в 10. В следующем, да. Поэтому здесь у нас другое... О чем говорит Христос? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он говорит, во, как раз я уже не буду заботиться о завтрашнем дне. У него была забота связана не с Богом, не с тем, что Бог его пропитает и даст ему насущный хлеб, а с тем, что он владеет вот самостоятельно, он получает ту самую вот эту независимость, которую дьяволы даёт и изначально людям, вот эта финансовая свобода. Он думает, что теперь я абсолютно не нуждаюсь в Боге. И в следующей теме у нас там Ахан. Ахан, который спрятал то, что ему полюбилось. Значит, мы напоминаем контекст такой, да, что входит в землю ханаанскую, в Израиль, они идут с войной, и они проигрывают. Почему? Потому что один из израильтян спрятал в своем шатре заклятое. Мы не очень понимаем, сущность заклятого, это то, что харам по-арабски и харем по-еврейски, но вот из-за этого общество терпит поражение. Посмотрите, какой момент. Прелестился я всем этим в нашем переводе и взял. А с синдалем там было «полюбилось мне», да? Так вот вопрос, может ли это как раз то, что ему полюбилось, быть оправданием того, что мы стремимся к чему-то, что нам нравится? Вот это как раз выбор, да, какие вещи мы выбираем, то, что нам особенно нравится. Вот нравится мне «Хонда», я купил «Хонда». Да, и не зависит от того, для этого пришлось мне залезть в долги, или я еще каким-то образом занял соседей. Вот мне это нужно просто, да? Я никакими... Ничем не стеснен для того, чтобы решить... Есть цель, не вижу препятствий. Да, есть цель, не вижу препятствий. Знаете, мне там бросается в глаза, вот когда его припирают к стене, но фактически он понимает, что сейчас будет приведен в исполнение уже смертный приговор, да? То есть его должны как бы казнить. Тем не менее, даже вот под этим страхом смерти, он когда рассказывает эту историю, он говорит, увидел я одну прекрасную синарскую одежду. То есть он даже в этот момент... Описывает. Да. И знаете, вот как говорит, что такое вот любимый грех? Когда ты молишься, просишь у Бога, Господи, освободи меня от этого греха, и одновременно ты боишься, что Бог тебя лишит удовольствия от этого греха. То есть вот он там поглощен полностью вот этой одеждой. Ну, мы говорим, что вот у него там одежда, у него Бога рядом не было. Иуда. У него все замечательно. Он работает в финансовой организации Иисуса. Он носит там кошель. И вот он видит женщину, которая пришла, и богатство выливает на ноги Иисусу. За тащительство. Что ты делаешь? Это же какие деньги, да? Получается, что этот случай потолкнул его друг к предательству. 26 глава Матфея об этом нам говорит. Почему добрые поступки других людей могут привести к недобрым чувствам или даже к недобрым поступкам? Чем это вызвано? Как избежать этого? Вот кто-то делает доброе дело, а нам от этого как-то неприятно. Вопрос к себе. То есть что же там такое? Это как раз и обнаруживает твое тайное, сокровенное отношение к добру. В кавычках. Ну, мы знаем из Библии, что он там подворовывал, да, как бы. И вот то, что происходит, вот там же фактически после этой истории, да, его как-то триггер, да, у него срабатывает. Триггернул, он все, он пошел решать, предавать Христа. Но вот это, возвращаясь к моему примеру с электротехник, это не короткое замыкание с ним. Это была длительная перегрузка, медленная, аккуратная. То есть он медленно менялся. Его это ломало. Его ломало. Вот это его скорость, вот это его сребра... Ведь Христос его не прогнал, как фарисеев от себя. Он его взял в ученики. Значит, Иисус видел, в нем был потенциал. У Юды была возможность стать, как Петр, Иоанн. Но вот эта корысть, вот это незаметное, то, что мы говорили, вегетарианский грех. Медленно, потихонечку, незаметно для всех, потому что все им восхищались. И в какой-то момент, когда вот наступает критический момент, его прорывает. Да, и он говорит, я бы эти деньги бедным отдать, но если бы эти деньги попали в руки Юды, он бы их бедным не отдал. Я, кстати, замечаю, знаете, люди, которые иногда бывают в жизни, смотришь, кричат о деньгах, о финансах, кого-то критикуют, обвиняют, потом как-то выясняется, что сами эти люди, они, ну вот... Рыльцы в пушку. Да, рыльцы в пушку, они были нечистоплодны, но при этом они вокруг всех обвиняли. То есть человек обычно кричит о том, что у него самого где-то там... Ну, это да, темно-то проекция. Смотрите, в Деяниях 5 главе описывается случай с Ананией Сапфирой. Ну, помните тоже, в чем там дело. Они продали свое имущество, но решили часть, что надо оставить на черный день. Написано, что Бог поразил их, и они умерли, и тот, и другой. И Ананией Сапфира. Ну, а их спросили, вы за такую эту сумму продали имущество, и решили все отдать церкви? Они говорят, ну да. Вот, на самом деле, говорят, а что бы мне сказать, ну вот мы часть какую-то себе оставили. Не кажется ли вам наказанием непомерным их греху? Ну, видимо, это какой-то аналог ветхозаветнию греху Ахана. То есть это был харам, да, видимо. И они, видимо, нарушили, перешли ту черту, которую переходить нельзя было. И, ну, видимо, наказание было такое же самое, как бы, ну, формат другой, а суть та же. Там все в этой фразе определяется. Смотрите, фраза стиха третьего. «Анания, как мог сатана, так оладеть тобой?» А буквально, почему это наполнил сатана сердце твое? Сатана не может быть членом церкви. Теперь Анания – это агент сатаны. То есть вот это его действие, ну, практически это лицемерие, да? Отдаю все, но на самом деле не все. То есть это, как называется я, пожертвование Богу с фигой в кармане. Так, пальцекрестиком, да, обещаю что-то, пальцекрестиком держу, не все Богу отдаю. Вот. И интересно, что в книге «Деяния апостолов» Эрин Уайт написано следующее. «Анания и сапфира взрастили в себе алчность». Это тоже самое любостяжание, да? И дальше мы говорим, что добровольные пожертвования сетина обеспечивают финансовую поддержку всего дела. Это Эрин Уайт пишет в своей книге. То есть очень важно, что мы, если возвращаем, вот если бы они честно сказали, что мы делаем и так, и так, но то, что они лгали, да, в этом случае они прикрывали тот свой грех любостяжания. Ну и последний наш практический вопрос. Как мы можем бороться со своим коростолюбием даже где-то со скупостью? Ну вот, вы задавали вопрос, есть ли какая-то разница между любостяжанием и скупостью, там, или жадностью? Бережливостью. А, мы еще, да, можем сказать. Бережливостью. Есть ли какая-то разница между этими вещами? Да, тут сложный вопрос. Если бережливость и скупость, вроде как скупость что-то плохое, бережливость что-то хорошее. Ну да, это вопрос подбора слов. Шпион и разведчик. То есть, как бы, тут для нас он разведчик, для них шпион. Тут, да, сложный вопрос. То есть, если ты кого-то научишь работать, бороться с жадностью, да, он все раздаст и станет бедным, то... То есть, щедрость границы с тем, что он просто все раздал, что называется. Ну, как Библия, с одной стороны Библии есть, расточил, раздал нищим. Вот. Или там женщина, которая отдала все, что у нее было, да. Ну, он и сын, да, все раздал. Расточил тоже. Щедрый человек. Щедрый человек. Потом пришлось к отцу идти. Ну, смотрите, здесь мы говорим, что... Здесь просто вопрос направленности. Скупость – это то, что я защищаю свое? Или жадность свое? А любостяжание – я стремлюсь... То есть, движение другое, наоборот. То есть, мы говорим, туда движемся. Захватить побольше, да? То есть, это не отдать, а это захватить. Вот разница между любостяжанием и скупостью. Ну, скупость еще человек не мудрый, потому что есть поговорка «скупое платит дважды». И убеждаешься, наблюдая там за людьми порой, что скупость, она не приводит к каким-то добрым плодам для человека, который скупой. Он страдает от своей скупости. Где-то в некоторых ситуациях, наоборот, надо вложиться, потратить, раздать. Опыт показывает, что такие люди, ну, скупые, как мы их называем, они не учатся на своих собственных ошибках. То есть, они каждый раз возвращаются на этот круг и поступают именно так же, потому что искренне считают, что так лучше. Да. А бережливо это вот муравей и стрекоза. То есть, помните, по-моему, Крылов написал. Он хороший, он бережливый. Он трудолюбивый. Он не просто бережливый, он еще и трудолюбивый. Да, и трудолюбивый, да. Но мне кажется, он похожий, они идут рядом. Он трудился и накапливал, и все. И до вешних только дней покорми и обогрей, говорит ему стрекоза. Вот, то есть, ну, покорми меня до весны. Мне кажется, еще такой важный аспект есть, что мы часто воспринимаем богатство только как финансы какие-то. Но есть такое выражение, это время-деньги. То есть, не у всех людей есть деньги, но кто-то большую часть своего времени посвящает служению в церкви, например, и там помощи ближнему. Да, вот снег нападал, да, пошел, взял лопату и весь вечер он... То есть, в принципе, жадность может выражаться в том, что я сижу перед телевизором, трачу свое время на просмотр каких-то сериалов. Кто-то, может, у него нет денег, чтобы делиться, но он свое время жертвует на то, чтобы почистить кому-то снег, да. То есть, такое. Давайте прочитаем дело библейских обетований и немножко об этом поразмышляем. Первый Коринфянам 10, 13. Однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека. И верен Бог. Он никогда не допустит, чтобы были вы подвергнуты испытанию сверх сил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять. И Матфея 6, 13. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила и слава во веки. Аминь. Вот два обетования, да, они говорят нам о каких-то вещах, связанных с любыми вещами, не только с любостяжанием, да. Какие два универсальных совета мы отсюда можем взять? Вот из первого, да, что нет у нас каких-то проблем, которые нельзя преодолеть. Неразрешимых нет проблем. Неразрешимых нет проблем. С Богом. И второе, мы просим его об активной помощи нам в этих ситуациях. И значит, мы не можем разрешить всех финансовых проблем, ну, как бы заранее. То есть мы решаем их, что называется, по мере поступления. Ну, вот такие советы, да. Как еще можно бороться с любостяжанием или с стремлением к тому, что... Ну, мы как раз сейчас об этом и проговорили, что если ты, ну, аккуратно встал на путь бережливости, экономии, такой финансовой независимой, но аккуратненько, да, вот для Божьего дела, для общего блага. И при этом, мне кажется, люди, которые так решают, они перестают Господа сюда привлекать. Проще говоря, молиться. А если вставай на этот путь, ты все же спросишь, есть ли в этом твоя воля, да, или если я увижу, что ты меня тут благословляешь, да, значит, это тот самый путь, а если нет, значит, забери от меня это и направь меня в другое какое-то русло, да, по другим. И мне кажется, вот это вот как важный элемент всего того, о чем мы сегодня говорили, что как отличить одно от другого. Задаем этот вопрос Богу. Господи, я жадный или я бережливый? Ну, помоги мне разобраться в самом себе. Вот. Тут все еще зависит от того, вот вы в семье живете же, да, и как вас оценивают ваши члены семьи, да, вот, где вы, где вы, в каком месте вы говорите, слушай, вот здесь надо бы нам поберечь деньги, не надо. Или, например, как относятся к деньгам члены вашей семьи, да, то есть вы, как, говорит, папа у нас зарабатывает, да, а мама, да, да, вот это, где детей обычно учат каких-то вещей, таким-то вещам, да, вот. И вопрос на самом деле, что детям в определенном возрасте нужно какие-то деньги давать, чтобы они тратили так, как они это хотят. Ну, чтобы учились, скажем, да. Чтобы они учились, в учебных целях, да, мы доверяем деньги. Обучающие такие семинары. Есть вещи, когда мы их в магазин пошлем и говорим, то это купить, да, сдачу принеси, да, и мы приходим, все проверяем, не обманули ли их там. Это один момент. А второй момент, когда мы просто говорим, что, ну, ты что-то хочешь, вот у тебя пусть эти деньги будут, что ты уже можешь потратить их так, как ты этого хочешь. То есть они смотрят на нас и действуют тоже так, да, и в каких-то вещах они могут тоже не отчитываться, да, это тоже важный момент воспитания. Я бы еще добавил, что вот любостяжание, оно подпитывается завистью. То есть зависть возникает в силу того, что этот мир, он потребительский же мир, то нам привязывают разные установки, чтобы ты был счастливый, ты должен быть обладать чем-то. Вот определенный статус, определенная модель автомобиля, определенный вид отдыха и так далее. И иногда люди, как бы, ну, не имея на это там финансовых возможностей, способностей, может быть, каких-то, да, у себя преимуществ, они в долги влезают, берут какие-то кредиты иногда, да, то есть я удивляюсь, ну, знакомые там, на какой-нибудь дорогой отдых, на который нет такой потребности, но чтобы быть в статусе, они берут большие кредиты, потом оказываются в долгах. Вот зависть, вот эта попытка занять чужое место, которое тебе Бог не предусмотрел, вот она тоже ведет к любостяжанию. Ну, и какой рецепт? Ну, рецепт такой, значит, как с этим бороться? Рецепт, я думаю, что здесь только через личное отношение с Богом, чтобы Бог тебе показал твое место в жизни, вот. И, слушай, вот опять же, мы сейчас возвращаемся к памятному тексту, да, не от изобилия имущества зависит наша жизнь. В конечном счете мы будем жить вечно. И в вечности уже не будет иметь значения, сколько квадратных метров был твой дом, какой объем двигателя твоей машины был, сколько стран ты за свою земную жизнь посмотрел. Ну, тут как будто тебе диктует немножко окружение, то есть мы так воспринимаем, как будто вот люди, которые непосредственно наше окружение, да, то есть как-то хочется более-менее соответствовать. И если твой, ну, твоя зарплата не позволяет тебе соответствовать как бы уровню твоего окружения, то ты как-то себе дискомфортно эмоционально чувствуешь. Да, да, естественно, но это очень влияет, да, тоже. Значит, мы выбираем место, место по себе, да? Победнее. Не победнее. Вот очень важно, чтобы наше место, где мы находимся, оно соответствовало нашему внутреннему настрою, да? Есть важный момент, то есть вы же чему-то в этой жизни учились, да? Вы чему-то учились, и это то, чему вы учились, должно теперь служить Богу, потому что мы, в конце концов, в своей жизни избрали быть Божьими детьми. Ну, это о смирении, поиск этого места, или когда тебе скажут, что это не твое место, вот ты не в бизнес-классе полетишь, а в экономии. И это момент смирения, и это тоже важный шаг, это важная учеба, то есть чему мы учимся, вот как не быть любостяжателем, да? Это еще и о смирении, и о любви к Богу, и о поклонении только Ему. И вот Христос же, помните, говорил, совет, когда вы приходите на пир, то не садитесь вот туда, не занимайте место, которое не ваше, чтобы вас оттуда не вытащили. Чтобы быть неудобненько. Да, поскромнее, лучше вас поднимут и поставят, потому что вот эти попытки все занять чужое место, оно, к сожалению, приводит часто к очень палачевным результатам. Переживание, да, у людей. Когда, в конце концов, отказался от машины, ну, потому что машина старая, надо от нее отказываться, она уже больше, больше, больше тратит, тратишь на нее, чем на ней ездишь. Она уже скорее от вас отказалась. Да, да, или в конце концов оказались без машины. И вот наступает момент, когда тебе вот надо куда-то срочно ехать, да, что ты должен делать? Ты должен просить. Вот этот момент, когда ты научишься взаимодействовать с братьями, да, и ты начинаешь просить, и Бог воспитывает у тебя характер, и ты понимаешь, на самом деле у тебя была одна машина, а теперь у тебя целый парк машин. Любая. Кошеринг такой, да, христианский. Да, и ты, нет, тебя братья отвезут куда нужно, потому что это вопрос служения, тебе надо куда-то поехать. Вот, и я прошу братья, они меня везут. Но в данном случае происходит и воспитание, да. То есть я теперь понимаю, что моя церковь, она больше, чем одна моя машина. И лучше зависеть. Вот и об этой зависимости. И зависимость, да. Смотря от кого ты зависишь. Ну, это опасная концепция, потому что если все пойдут вашим путем, то никого просить не будет. Да, здесь, ну, я говорю, что в каждой ситуации, вот почему мы говорим о том, что Бог не даст испытаний сверх сил, это каждый день, да. Мы говорим, каждый день этот опыт, когда мы себя испытываем, все испытывайте, хорошего держитесь. Пусть благословит вас Господь в том, чтобы вы могли распознать в себе тот грех, который копится иногда бывает в нас и очень долго в нас накапливается, и приводит, в конце концов, к результату, который будет плачевным. Пусть Господь благословит нас и удержит нас, и поможет нам быть щедрыми и богатеть в Бога.